Всем привет! Сегодня буду шить самый теплый костюм на холодную погоду. Обожаю шить костюмы в стиле Color Block, совмещать несколько цветов, поэтому здесь тоже буду делать такой. У меня здесь остатки твида в клеточку, и очень долго у меня лежал вот этот футер с начесом, с эффектом велюра. Качество очень крутое, но мне не нравился этот кирпичный цвет, поэтому решила вот сделать акцент на вот этой яркой клетке. Я уже шила такой костюмчик для дочки, вон он был на фото, только здесь я решила сделать штаны попроще. Это выкройка обычных, любых трикотажных, спортивных штанов. Ну и решила обойтись без накладных карманов и на манжеты поставить кашкарсе. А вот байка у меня будет оверсайз, очень объемная. Для горловины стоечки, для вот этого воротника, положила перед и спинку, как показано на видео, и измерила это значение. И выкроила два прямоугольника, высоту уже на ваш вкус, у меня довольно-таки высокая. Перед просто разрезала до той части, где у меня будет заканчиваться молния. Внизу у меня поясок будет из этого же футера, без кашкарсе обойдемся на байке. Тут будет у меня карманчик, клапанчик, вот две детали на воротничок. Ну и молнии, у меня, конечно, молния из моих запасов. Новенькие молнии не подошли, одна короткая, вторая очень длинная, мне ее жалко было резать. Ну а вот эта выпотрошенная из вообще, не знаю, наверное, из сумки. Будем использовать ее. Также я захотела еще усложнить себе жизнь и сделать манжету не из кашкарсе, как здесь, простую, быструю в пошиве, а манжету на резинке. Для этого обязательно добавила у меня 8 сантиметров, 4 на резинку и 4 на подгиб. Ну и начнем со штанов. В кармашке у меня будет черный футер, подкладочка будет из кулирки, ну, к сожалению, не было черного или кирпичного в том, взяла серую. Подкладочку всегда лучше брать потоньше, чтобы карман не был таким пухлым. Соединили сначала отдельно две части нашего кармашка, потом положили сверху нашу штанишку и наверх накрыли все это дело беечкой из кашкарсе. И все это вместе соединили на верлоке. Вот такой очень легкий и быстрый способ обработки кармана просто на раз, два, три. Соединили в кольцо резиночку и поясок наш из этого же кашкарсе. Хотите, можете сделать отверстие для шнурочка, я не стала. Штанишки соединили по боковому шву, по внутреннему, одну штанину вывернули и вложили ее в другую. Совместили обязательно наш центральный шов и соединили на верлоке. Резиночку вложили в наш поясок, поделили на четыре части равные и соединили опять-таки все это дело на верлоке. Кашкарсе при этом мы растягиваем, а вот сам футер не трогаем. Штанишки у меня, конечно, пошились как по маслу, просто потому что промышленный оверлок не сравнить с бытовым. Если у вас бытовой, будьте очень аккуратны на утолщениях, не спешите, останавливайтесь и можно даже вручную проходить, чтобы не полетели иглы. Ну, займемся кофточкой. Обрабатываем наш кармашек, подгибаем, прокладываем строчку, подготавливаем наш клапанчик, отутюживаем, выворачиваем, настрачиваем кармашек и отстрачиваем наш клапанчик. Это можно пока отложить в сторонку, нижнюю часть, пока займемся верхней. Воротник я тоже соединила на верлоке, отутюжила его и также продублировала место, где у меня будет разрез и молния. Соединяем плечевые шовчики. Соединяем на верлоке, затем идем на утюг, приутюживаем на сторону спинки и делаем отстрочку. Это не обязательно, просто я захотела усложнить себе жизнь. Наметила, где у меня будет молния, разрезала эту часть и далее соединяю воротник с основной деталью. Центр воротника нашла, соединила с центром спинки и иду соединять на верлоке. Также надо обметать места разреза, где мы дублировали. Воротник соединяем только по внешней части, внутреннюю часть мы будем потом обметывать на верлоке. Шовчики мы заутюжили на сторону воротника и тут тоже перекантик вовнутрь заутюжили. Теперь займемся нашей молнией. Она у меня здесь двух концов, один мне не надо, я его просто убрала и зафиксировала вручную, чтобы она у меня не разъехалась. Молнию прикладываю к лицевой стороне и огибаю воротником, как показано на видео. Идем за швейную машинку, меняем лапку на специальную для втачивания молнии и прокладываем строчку в месте, где у нас мешает наша собачка. Иголочка внизу, лапку поднимаем, собачку вот так вот проталкиваем вперед, чтобы она нам дальше не мешала прокладывать строчку. Обязательно ставим в конце закрепочки. Лишнее утолщение можно аккуратненько высечь и молнию нашу соединяем, берем мелок и намечаем место, где у нас соединяется воротничок. И в этом месте я уже всегда наметываю молнию вручную, чтобы она никуда не сбежала и не пришлось потом заново распарывать и по новой делать. Ну и повторяем опять всю ту же самую процедуру. Здесь в этом моменте опять пропихиваем эту собачку и прокладываем дальше строчку. Проверяем, чтобы у нас совместился наш вот этот шовчик. Все красиво было. У меня здесь лишняя длина, я ее убираю ровно под молнию. Благо свитшот оверсайз и там запасы очень большие. Теперь идем на швейную машинку и полностью по всему периметру отстрачиваем наш воротничок. Это лапка, голлапка, она у меня шла в комплекте. Очень удобно ей делать отстрочки. Но если честно, я намучилась на своей бытовой швейной машинке справляться с такими утолщениями. Очень тяжело было, в отличие от оверлака моего промышленного, где я штаны пошила просто на раз-два-три. И тут дело даже не в опыте, как многие могут написать. Все-таки промышленное оборудование, есть промышленное качество строчки, отличается намного. Также у меня молния очень страшная, обгрызенная. Я ее закрыла киперной лентой. К сожалению, ленты черной у меня не было. Она бы, конечно, смотрелась бы более красивее. Ну, что есть, то есть. Главное, чтобы ребенку не кололо. Ну, все, теперь можно совмещать нижнюю часть свитшота и верхнюю. Накрыла сверху клапанчиком и иду на оверлок. Я буду очень аккуратно останавливаться и вручную крутить маховик в том месте, где у меня молния, чтобы иглы на скорости не налетели на зубцы и не сломали. Вот что получилось. Теперь эту часть внутреннюю я буду вручную фиксировать к горловине. Вот этому свитшоту уже полгода, он стиран-перестиран кучу раз и все прекрасно держится, ничего не разъехалось. Можно, конечно, вот так вот подвернуть и спрятать, но это будет очень большая толщина. Мне же она не нужна, поэтому делаю так. Конечно, молнию лучше брать хорошую пластиковую или декоративную тоненькую, как у меня в костюме в розовом. С ней было намного легче работать, потому что здесь она металлическая, она тяжелая для этого костюма, хотя костюм не тонкий. И именно из-за этого идет лишняя волна, а не из-за того, что как-то молния вшита неправильно. Каждый этап обязательно хорошенечко отутюживаем, приутюживаем наши шовчики. Сейчас идем делать в этом месте тоже отстрочку. Опять-таки на бытовой машинке в этом месте мне было очень тяжело. Оп, приходилось останавливаться, вот так вот прокручивать вручную, смотреть, чтобы иголка не поломалась на утолщении. В общем, я в который раз пожалела, что у меня до сих пор нет промышленной прямо строчки. Далее втачиваем рукавчики в развернутом виде, приутюживаем шов на сторону рукава, делаем отстрочку. Кто-то тут развалился на пол стола. И соединяем рукав и боковой шов одним заходом. Также соединяем нижнюю планочку. Вот в этом месте, если у вас бытовой оверлок, вам будет так же сложно, как и мне на швейной машинке. Поэтому ни в коем случае не на скорости остановитесь и лучше вручную в этом месте пройдитесь. Далее манжету. Я хочу резинку сделать широкую. Мне так больше нравится, но у меня же есть две узкие, поэтому я беру их, просто соединяю на зигзаге. Длину на минимум, ширину на максимум. И лучше туда-сюда несколько раз для надежности. Затем соединили в кольцо и на оверлоке по кругу приточали. Обязательно отключите на бытовом оверлоке нож, чтобы не порезать резиночку. Хвостики спрятали в оверлочную строчку, как всегда. И огибаем, как показано на видео. Идем на швейную машинку, прокладывать строчку, попадая в нашу уже проложенную строчку на оверлоке. Тут опять мне было максимально тяжело подлезть, потому что не хватает давления и мощности вот в этой прижимной лапке. И у меня соскальзывала несколько раз уголка. Ну и финальный штришок от строчка по низу. Все хорошо приутюжить. И вот такой вот теплый красавчик у меня получил. Кстати, выкройка таких вот байочек, похожих моделей, с такой высокой горловиной и на молнии, есть на нескольких сайтах. Ссылочку я оставлю под видео. Ну а если видео вам было интересно, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и шейте с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok